Астанинское и Селитинское водохранилища заполнены на 100%. Они, напомню, находятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Наполняемость еще двух крупных в Североказахстанской области также. Максимальная высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища накануне составляла около 3,5 метров. Обстановка в регионе остается пока напряженной, отметили в ведомстве. В Актюбинской области среднее наполнение двух водоемов 97%. В Кустанайской 92%. На западе страны наполняемость четырех водохранилищ в 86%. На объектах круглосуточно дежурят специалисты. А вот на востоке Казахстана идет активное таяние снежного покрова в средней горной зоне и на южных склонах гор. В ближайшие два дня там также ожидается теплая погода. В регионе продолжаются противопаводковые работы. Спасатели ведут мониторинг опасных зон, в том числе и с воздуха. Оперативный штаб работает круглосуточно. По данным представителей ДЧС, на сегодня снежный покров в Восточно-Казахстанской области составляет 37%. И прямо сейчас о ситуации предлагаем поговорить с начальником управления предупреждения чрезвычайной ситуации ДЧС. С нами на прямой связи находится Арман Науразбаев. Арман, доброе утро. Как слышно? Давайте проверим связь сначала. Здравствуйте. И какая у вас обстановка в целом? Доброе утро. Слышу вас хорошо. Обстановка в целом сейчас в пределах нормы. Активное снеготайне, как вы сказали, уже идет в Среднегорье. Сейчас все реки у нас под наблюдением. Гидротехнические сооружения все работают в штатном режиме. А также постоянно у нас контроль за уровнем наполняемости крупных водоемов. Также, как говорили до этого, у нас созданы мобильные группы, которые следят каждый день ежедневно и при необходимости, ежечасно замирает уровень воды и делает мониторинг. Постоянно проводим аэровизуальный облет. Смотрим дополнительно паводкоопасные участки. У нас запланированная работа противопаводки работы выполнена все 100%. Но в данный момент все равно продолжаем работу на углубление и закладки Мишкатара. Несмотря на сложные погодные условия, за временные проведенные работы, крупномасштабные работы вместе с МИО, всеми службами дало положительный момент. Масштабных подтоплений в регионе не допущено. По всем направлениям паводкоопасные работы усилены. Арман Мурза, вы вчера на брифинге службы центральной коммуникации говорили, что у вас началась вторая волна, но без последствий. То есть давайте об этом. Как проводится работа по эвакуации населения? Вы только что сказали, что стабильно, снеготаяние продолжается. Вторая волна не так критично? Удалось не допустить в целом? Вторая волна у нас проходит в пределах нормы. Как говорится, благодаря мобильным группам и проведенным примитивным работам в нашем регионе не допущено подтопления населенных пунктов. Но тем не менее мы все равно не расслабляемся. Создан оперативный штаб у нас, который работает круглосуточно. И все силы и средства приведены в боевую готовность. Именно мы у нас сейчас за акцент смотрим на северные районы нашей области, которые под пристальным контролем. И все силы и средства направлены в тех регионах. Арман, расскажите, в чем основная причина? Как вы все-таки сумели справиться с ситуацией? Это что? Снежного покрова оказалось мало. Как вообще получилось так, что вас сильно не подтопило? У нас снежный покров по сравнению с прошлым годом составляет больше на полтора раза выпало снега. Но тем не менее у нас провелись крупномасштабные работы. И согласно планам мы ежедневно проверяли очистку снега, дно углубления, расчистку. Мы все старались вовремя провести. По мере уменьшения снега и всех остальных работ это помогло нам не допустить подтопления населенных пунктов. А также все равно у нас на данный момент работают пункты временного размещения. Но они полностью боевая готовность, но обращения пока ничего не поступало. А мы, знаете, хотим на чем акцентировать. Арман Морза, официальные представители Казгидромета делали прогнозы, мы также озвучивали здесь в эфире, что Восточный Казахстан сейчас вызывает опасения из-за того, что есть 60%, если не ошибаюсь, снежного покрова как раз-таки в вашем регионе. Пик прошел, все спало. В чем разница с другими регионами, где есть подтопление, а вы вот избежали этого? Как так получилось? Привидивные меры ведь проводились по всей республике. Почему именно в вас обошло? На этот вопрос могу сказать только по нашему региону. У нас было, как до этого сказал, крупномасштабные плановые работы. И у нас есть населенные пункты, которые вошли в перечень. Мы согласно дорожной карте работам и плану развития, мы туда включили все работы, мы акцентировали на исторических моментах, где происходит подтопление. И вот именно на тех участках работали точно, именно смотрели, где максимальное поднятие уровня рек было, и мы там укреплялись. Работа, я так понимаю, продолжается, как вы озвучили ранее. Эвакуация идет. В целом эвакуация только начнется или уже начали? Сколько пунктов? Как вообще население на это реагирует? Об этом давайте немного поговорим. Нет, эвакуации у нас не было еще. Эвакуация не была. Но по пункту у нас работает в круглосуточном режиме для недопущения всяких ситуаций. Но, тем не менее, скажу, что у нас обстановка стабильная. Люди, которые находятся в паводкопластных зонах, мы с осени и с начала паводкой ситуации проходили, раздали им все корешки с указанием места эвакуации, действия при подтоплении. Это, как еще раз скажу, прошла крупномасштабная работа в этом направлении. Ну что ж, спасибо. За информацию с нами на связи был начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Арман Наурзбаев. Благодарим за информацию. А мы продолжаем. И сейчас в Западоказанской области. Там водохранилища заполнены на 86%. И, по словам специалистов, благодаря паводку такой объем на долгое время обеспечит необходимым количеством воды жителей региона. К слову, 80% водных ресурсов регион получает из России, в частности, через трансграничные реки Урал и Большой Узень. Урал-Окушумская растительная система обводняет крупные водохранилища. Кировская, Бытикская, Дангелекская и Пятимарская. На сегодня из реки Урал в общей сложности поступило свыше 200 миллионов кубометров воды. Сейчас большие массы сбрасывают в Камыш-Самарские озера. Такой воды в нашем озере мы не видели с 1994 года. И нам хорошо, и домашним животным. На водопой приходит весь местный скот. Надеемся, и рыбы будет много. Привычные места обитания вернутся птицы. Хороший сенокоз будет и пастбище. В Женгалинском районе приступили к восстановлению участков лиманного орошения. В прошлом году из 48 тысяч гектаров лиманов использовали меньше половины. В этом году местные власти планируют увеличить площадь до 35 тысяч гектаров. Работы планируют завершить до конца апреля. Однако руслы и притоки многих каналов заилины, требуют углубления и очистки. Местные власти просят передать все каналы на содержание Казводхоза. Проблема в финансировании. Свыше 200 километров каналов находятся на балансе местного Акимата. На их содержание средства не выделяют. Сейчас многие из них заброшены, заросли камышом. Кроме того, в законе не предусмотрена ответственность пользователей водных ресурсов, в частности, крестьянских хозяйств. Многие хозяйства используют воду нерационально, блокируют стоки, используя воду только для своих нужд. Нужно внести правки за такие действия в административном кодексе. Ну а пока в водохранилищах региона уже накоплено свыше 400 миллионов кубометров воды. Альбина Кумаргалеева, Ербол Мендагалеев, Эльдара Юпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. А вот Казалагашская плотина вышла на проектную мощность. В начале этого месяца прошли технические испытания гидросооружений. Его наполнение шло поэтапно. В течение трех лет вместимость больше 42,5 миллионов кубометров воды. Планируется, что водохранилище будет орошать около 6 тысяч гектаров посевных территорий. Напомним, в 2010 году там произошла трагедия. От накопленных талых вод и ледяных торосов тело плотины прорвало. Тогда водой снесло 4 поселка. Жертвами водной стихии стали 45 жителей села Казалагаш. Безопасно ли восстановленное гидросооружение сегодня, выясняли наши корреспонденты. Казалагашская плотина строилась в течение трех лет. Ее отличие в том, что прежняя была земляной, а новая каменно-земляная с ядром из бетонной подушки. В тело плотины вмонтированы специальные электронные датчики, которые мониторят состояние гидросооружения. Начальник участка Рахмжан Разбаев принимал участие в восстановлении Казалагашской плотины. Ему известны все тонкости проекта и строительство гидросооружения. После трагедии 2010 года здесь учтены все ошибки и строили объект с учетом всех современных требований. Эта плотина, он надежный. За все время, за 30 лет, это первая плотина, которая построена по новой технологии. Вся пригрузка из этого полтора миллиона кубов лежит здесь. Поэтому он очень усиленный. Здесь все автоматизировано. Здесь стоят все приборы. Здесь стоит 12 пизометров, 6 клинометров стоят. Пизометр у нас определяет само насыщение. Клинометры – это движение плотины. Благодаря датчикам все изменения фиксирует диспетчерская. Система мониторинга определяет действия различных факторов, нанесущую способность гидросооружения. 16 у нас датчиков. Она определяет сдвиг, состояние плотины, влажность тела плотины. Система оповещения имеется. У нас есть своя автономная электроэнергия. Если свет погаснет, он автоматически сам включается. И вот компьютеры на 24 часа в сутки они не отключаются. Все работает. После технических испытаний объект вышел на проектную мощность. Чаша водохранилища вмещает 42,5 миллиона кубометра воды. Однако орошают Козелогарский массив в частичном объеме. Пока не заработают новые оросительные сети, которые строят с прошлого года. Общая площадь в Акцурском районе 38 тысяч поливных земель. Из них сейчас на 27 тысячи вода дается. По Козелогарской плотине у нас будет новых земель поливных где-то 5 тысяч гектаров. А еще этого делается объем плотины. Там где-то 5-300 будет. И в общем у нас где-то 10 тысяч гектаров поливных земель еще будет. В области ЖТСУ насчитывается 54 гидротехнических сооружений. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по реконструкции и капитальному ремонту оросительных сетей и строительство еще семи новых водохранилищ. Гульнар Жантасов, Ужас Байбусынов, 24КИЗ, область ЖТСУ. Авиалинии США могут столкнуться с повышением тарифов, а также риском задержек и отмен рейсов во время летнего сезона. Такие прогнозы американские аналитики связывают со снижением поставок новых самолетов от аэрокосмических гигантов. В этом году авиакомпании получат на 40% меньше новых самолетов, чем запланировано. В теме разбиралась наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанна, приветствуем. И сразу вопрос. Почему производители самолетов выпускают недостаточно лайнеров? С чем это связано? Доброе утро, коллеги. Ну, хочу отметить, Боинг пришлось фактически прекратить производство самолета 737 Макс, в очередь за которым построилась почти половина всех авиакомпаний мира. Виной тому несколько инцидентов, за которыми последователи длительные разбирательства. Подробнее расскажу в обзоре. Летний отпуск в этом году может стать дороже не только в США. Ирландский бюджетный перевозчик Райнейр тоже заявил, что тарифы вырастут примерно на 10%. Причина задержка с поставками 57 самолетов Боинг 737 Макс. На брифинге лоукостера в Дублине объявили, что борты должны были доставить в марте, но в итоге они прибудут только к лету. Причем только часть. По словам главного исполнительного директора компании, это означает, что Райнейр сможет перевезти меньше пассажиров. Последние 12 самолетов, которые мы получили в 2023 году, были намного лучше. Мы думаем, что компания работает над качеством, но Боинг явно предстоит еще многое сделать. И я думаю, что Федеральное управление гражданской авиации США дало об этом сигнал. За последние годы с самолетами американского аэрокосмического гиганта Боинг произошло несколько громких инцидентов. Крупные авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах унесли жизнь около 350 человек. В 2024 начался для корпорации тоже неудачно. В январе у самолета 737 Макс в полете оторвало кусок обшивки. Обошлось без жертв. Неисправные детали вскоре обнаружили и на других самолетах этой версии. В результате все 171 Боинг Макс на несколько недель отстранили от полетов. Мир потрясен, узнав о текущих проблемах с качеством продукции Боинг. Я не удивлен, потому что после двух катастроф ничего не изменилось. Никто не понес ответственности. Если не будут приняты меры и лидеры не будут привлечены к ответственности, люди будут бояться летать. В апреле Боинг снова оказался в центре внимания, когда лайнеру 747 пришлось совершить экстренную посадку в Майами с горящим двигателем. После инцидентов Федеральное управление гражданской авиации заказало компанией аудит. По результатам проверки Боинг поставили неудовлетворительные оценки почти по трем десяткам аспектов производства. В руководстве объявили о масштабных перестановках. Главный исполнительный директор покинет свой пост в конце года. Он возглавил концерн в 2020 году. Почему сейчас? В конце года мне исполнится около 68 лет. Я всегда говорил совету директоров о своих планах. И сейчас я уведомляю их о том, что в конце этого года я планирую уйти в отставку. Репутация Боинг оказалась изрядно подпорчена. Компания обвиняет в том, что она ставит на первое место собственные доходы, пренебрегая безопасностью пассажиров. Такие заявления прозвучали в американском Сенате. Там прошли слушания под названием «Изучение испорченной культуры безопасности Боинг. Свидетельство из первых рук». На них выступил один из инженеров компании. Он заявил, что в течение нескольких лет ему угрожали за то, что он доносил до менеджмента свои опасения по поводу безопасности самолетов. У меня есть серьезные опасения по поводу безопасности самолетов 787 и 777. И я готов пойти на профессиональный риск, чтобы рассказать о них. Меня проигнорировали и сказали не создавать задержек. Выпуск новых самолетов Боинг в первом квартале этого года упал на 36%. Это самый низкий показатель за три года. Компания по-прежнему сталкивается с повышением надзорных органов. Кроме того, упали и акции Боинг. Они достигли пятимесячного минимума после объявления о новом расследовании Федерального управления гражданской авиации. Коммерческие полеты остаются самым безопасным способом передвижения. Но недавние инциденты вызвали обеспокоенность у общественности. Есть мнение, что ситуация становится все хуже. Люди хотят, чтобы Федеральное управление гражданской авиацией и Конгресс учли существующие риски. В настоящее время рыночная капитализация Боинг составляет 126 миллиардов евро. В то время как его конкурент Airbus оценивается в 113 миллиардов евро. Тем не менее, в ближайшие недели ситуация может измениться в пользу последнего, считают эксперты. Тем более, что они недавно получили заказ от тайваньской авиакомпании на 18 дальнемагистральных самолетов. Кроме того, Airbus в шаге от заключения крупного контракта с Delta Airlines, одним из основных американских авиаперевозчиков. К коллеге, в настоящее время рыночная капитализация Боинг составляет 126 миллиардов евро. В то же время Airbus оценивается в 113 миллиардов евро. Конечно, Airbus поменьше немного. Тем не менее, в ближайшие недели ситуация может измениться, считают эксперты, в связи с последними событиями и инцидентами у Боинг. Что ж, это говорит о том, что нужны новые конкуренты сегодня. Новые конкуренты и Airbus, и Боингу. Большим гигантам нужна огромная конкуренция. Благодарим за информацию. Это была наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова и ее рубрика «Контур мира». Спасибо. Продолжаем говорить о событиях в мире. Свыше 280 миллионов человек в 59 странах мира столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Это данные ООН по 2023 году. Показательно, 24 миллиона больше, чем годом ранее. В продовольственной и сельскохозяйственной организации заявили военные конфликты, экстремальные погодные явления, экономические потрясения – три основные причины, вызывающие продовольственные кризисы. В докладе отмечается, что 36 стран сталкиваются с голодом уже 8 лет подряд. Более 80% людей, живущих в условиях острой нехватки и продовольствия, связаны с сельским хозяйством. Единственным наиболее существенным фактором проблемы являются конфликты и насилие. Это стало основной причиной в 20 из 59 стран. И в абсолютном выражении, это ключевая причина для наибольшего числа людей, столкнувшихся с кризисом. Ну а новый закон Великобритании о депортации нелегальных мигрантов в Руанду подвергся критике со стороны международных правозащитных организаций. Среди них Amnesty International, агентство ООН по делам беженцев и Совет Европы. Правозащитники заявляют, что это решение подрывает принципы прав человека и противоречит нормам международного права. Организации призвали Лондон переосмыслить свои планы. Против высылки нелегалов выступает и Европейский суд по правам человека. Власти Великобритании должны не только говорить о важности международного права, но и доказать это делом. Закон о депортации мигрантов в Руанду противоречит международному порядку в сфере миграции. Тем временем береговая охрана Франции спасла по меньшей мере 100 нелегальных мигрантов. Они находились на нескольких лодках, одна из которых перевернулась. В результате погибли 5 человек. Нелегалы пытались перебраться через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. Отмечу, всего с 2018 года таким путем в королевство перебрались больше 110 тысяч человек. А вот около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на протест в Буэнос-Айресе. Они собрались в центре столицы Аргентины перед президентским дворцом. Демонстранты выступают против сокращения бюджета государственных университетов и требуют от правительства оставить высшее образование бесплатным. Участники акции держали в руках транспаранты с надписями «Не крадите будущее следующих поколений» и «Народное образование не подлежит обсуждению». Подобные протесты проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах страны. Сокращение финансирования вузов – это одна из мер по преодолению затяжного экономического кризиса. В настоящее время Аргентина является крупнейшим должником Международного валютного фонда. Размер ее задолженности – 44 миллиарда долларов. Искусственный интеллект для госслужбы разработали во Франции. Ожидается, что новая технология под названием «Альбер» поспособствует установлению более эффективной обратной связи с населением. Об этом сообщил премьер-министр страны. Внедрение искусственного интеллекта позволит сократить сроки оказания государственных услуг, а также поможет бороться с финансовым мошенничеством. Алгоритм создала группа из девяти специалистов менее чем за год. Еврокомиссия может заблокировать на территории ЕС новый сервис TikTok Lite. По мнению организации, функция вызывает зависимость, особенно у детей. Заработок баллов на платформе за просмотр видео, лайки и комментарии стимулирует нездоровое поведение. В начале апреля эту функцию запустили в Испании и Франции. В рамках нового закона о цифровых услугах Еврокомиссия дала время владельцу TikTok на оценку влияния сервиса на детей. Вы смотрите утренний информационный выпуск. Мы продолжаем. Степной пожар пятые сутки тушат в Алматинской области. В Балхашском районе загорелся камыш и травостой, сообщили в ДЧС региона. Спасатели с вертолета сделали 65 сбросов воды на очаги пожаров. Тушение усложняют труднодоступные болотистые местности, сильный ветер. Угрозы населенным пунктам пока нет, говорят в департаменте. Работа по ликвидации продолжается. А вот природные очаги обитания крещей выявили в 115 населенных пунктах Казалардинской области. Это на 9 больше, чем в прошлом году. Санврачи провели энтомологические исследования и отобрали свыше 700 проб. Их анализ показал наличие переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки. Дезинсекции подлежит территория почти в 2,5 миллиона квадратных метров. А также скотные дворы, санитарно-защитные и буферные зоны. Специалисты проводят профилактическую работу в лечебных учреждениях и среди населения. Добавлю, с начала года из-за укусов клещей в регионе пострадали уже 54 человека. Опасный диагноз не подтвердился ни у кого. Злорда находится в зоне риска уже третий год. Здесь выявлены носители вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. В этом году в эту зону вошли еще 12 пригородных населенных пунктов. Противоклещевая обработка объектов проводится в два этапа. Сейчас завершается первый. Второй проведем с 12 по 24 мая. Тем временем медики призывают казахстанцев соблюдать меры предосторожности в период активности клещей. С апреля по сентябрь они несут серьезную опасность для человека. В каких местах обитают клещи и что нужно делать в первую очередь при укусе в нашем следующем материале. Врач-инфекционист Карлогаш Сартаева в своей практике ежегодно сталкивается с пациентами, пострадавшими от укуса клещей. По ее словам, они активизируются в теплую погоду. И потому пик активности кровососов приходится на весну-лето. Как говорит специалист, те, кто собирается отдыхать в парковых или лесных зонах, должны помнить о возможной опасности. В основном клещи любят это шею, заушную область, паховую область, подмышечную область. При этом это должно быть плотно закрыто. И если есть открытые участки, то это, конечно, специальные крема, мази, спреи от клещей. Потом нужно, конечно, после возвращения домой обязательно посмотреть одежду на наличие клещей. Также это нужно посмотреть кожные покровы, нет ли клеща. Ну и, конечно, при обнаружении сразу же обратиться к медперсоналу. Клещи – переносчики различных опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, тулеремия, болезнь лайма. Медики предупреждают, что несвоевременное обращение к врачу чревато тяжелыми последствиями. Если появляются такие симптомы, как головная боль, температура, тошнота, рвота, сутобоязнь, нужно сразу же обратиться к врачу за медицинской помощью. То есть не сидеть дома, не ждать, не перейдеть, потому что вначале проявляются как гриппоподобные симптомы. В дальнейшем уже, конечно, при клещевом энцефалите идет поражение центральной нервной системы, с дальнейшим развитием параличей и вплоть до летального исхода. При обнаружении клеща на теле ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно, поскольку есть риск того, что хоботок клеща может остаться в коже. Первые 20 минут, когда клещ присасывается, он не опасен вообще-то, потому что он только начинает прогрызать кожу, впускает хоботок. После этого, только когда он начинает сосать, он может передать. А когда мы начинаем вырывать этого клеща из кожи, то, соответственно, тогда он может выпустить слюну, которая содержит возбудители инфекции. На территории Казахстана клещи в основном обитают в Алматы и его окрестностях, в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Сейчас специалисты обрабатывают городские парки и зеленые массивы. В тех местах, если развиваются лагеря какие-то, детские лагеря, располагаются воинские части, могут быть у нас на полевые выходы выходят летом, обычно с весны начинают. Вот в таких случаях, да, когда клещ идет размножение, но, конечно же, надо те места, где мы хотим расположить, допустим, людей, лесные какие-то территории, необходимо обработку проводить противоплещевую. Существует мнение, что клещи кусают своих жертв выборочно. Есть научные исследования, в которых говорится, что нападению клещей чаще всего подвергаются люди со второй группой крови. Следом идут люди с первой группой крови, носители третьей группы. В меню кровососов попадают реже других. Дом врачей все же рекомендует не проверять на практике эту гипотезу и призывают принимать меры предосторожности всех без исключения. Раван Колыбаев, Абдуллахат Галамжан, 24КЗ. В продолжении темы предлагаем поговорить с экспертом в студии. К нашему эфиру присоединяется руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций развития лаборатории Альберт Аскаров. Альберт Мухтарович, доброе утро. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в студии. Только что просмотрели сюжет. И в завершение наш коллега Раван отметил, что клещи кусают выборочно. Не всех. С чем это связано? Еще раз давайте проговорим. И вообще есть какая-то статистика? Доброе утро. Скольких уже укусили? Или все-таки кусают всех? Клещи кусают всех. Да. Там никак на группу крови не... Да, от группы крови это не зависит. Потому что клещ не может определить группу крови. Поэтому клещи кусают всех, кто находится в природных очагах данных инфекций. На территории Казахстана насчитывается более 50 видов различных их содовых клещей. Но наибольшую опасность для населения представляют клещи, которые переносят возбудители особо опасных инфекций, такие как конго-крымская геморрогическая лихорадка, клещевой вирусный энцефалит, тулеремия, клещевой барелиоз или болезнь Лайма. Как уже было сказано, у нас находятся природные очаги чуму в Казахстане. Это природные очаги конго-крымской геморрогической лихорадки в четырех регионах Казахстанской, Жамбулской, Туркестанской области, горы Шымкен. Природные очаги клещевого вирусного энцефалита и клещевого барелиоза это Алматинская, Кмолинская, Северо-Казахстанская и Восточко-Казахстанская область и город Алматы. Ежегодно в этих природных очагах сотни людей подвергаются укусам клещей. Из них несколько десятков заболевают. Вот в 2023 году конго-крымской геморрогической лихорадки заболело 40 человек. Клещевым вирусом энцефалитом и клещевым барелиозом 24 человека. Это много или мало? По сравнению с прошлым годом, какая статистика? Ну, статистика ежегодно приблизительно одинаковая. Но вы сказали, растет. Да, но это растет в связи с тем, что связано с климатическими факторами. Значит, лето наступает раньше, температура повышается, и это как бы влияет на клещей, и они начинают свой ареал распространять. То есть ареал распространения клещей увеличивается, в связи с этим население подвергается большей опасности. Сезон выхода клещей на поверхность и их активность также увеличивается, потому что температура ежегодно повышается. То есть климат основной фактор? Влияет серьезно на активность и расширение ареала клещей. Хорошо. Если мы не можем предпринять конкретных действий, чтобы снизить количество, уменьшить количество этих клещей, тогда как человек должен себя безопасить, как проговорилось и в сюжете, и если он увидел на теле клеща, что он в первую очередь должен... Здесь очень важно. Ну, значит, в принципе, мы можем влиять на численность клещей и их активность. Это, как уже сказали предыдущие наши спикеры, проводится дезобработка вокруг населенных пунктов, дезобработка скотопомещений, применение репеллентов и так далее. Также в Казахстане в соответствии с национальным календарем профилактических прививок проводится вакцинация против клещевого вирусного мицефалита. То есть это лица, проживающие или работающие в природных очагах данной инфекции. Для того, чтобы себя обезопасить, конечно, люди, которые проживают в природных очагах, скажем, вот этих особо опасных инфекций, необходимо... Первое берем. Получаем вакцину. Значит, против клещевого вирусного мицефалита получаем вакцину. Против конго-крымской геморрегистой лихорадки и баррелеза вакцина не существует на сегодняшний день эффективно. Дальше. При выходе, значит, на природу необходимо одевать одежду, значит, с длинным рукавом, штанины заправлять обязательно носки. Полностью закрытая. Закрытая, да. Головной убор, желательно светлого, значит, тона, чтобы было видно клещи. Периодически проводить сам осмотр или взаимный осмотр на наличие клеща на теле и одежде. И при возвращении домой обязательно также проводить осмотр. Желательно одежду потом прокипятить, простирать. Горячая одежда, так как... Горячей воде, так как могут быть клещи не обнаружены. В случае всё-таки обнаружения клеща или укуса клеща необходимо, конечно, сразу обратиться в втором патологический пункт в ближайшее медицинское учреждение. Куда нужно обращаться в первую очередь? Нужно ли сохранить этого клеща? Потому что вы же говорили... Если вы самостоятельно удалили клеща, надо его положить в баночку, сохранить и отнести, значит, в медицинское учреждение, где дальше его, значит, будут обследовать на наличие возбудителя вот этих инфекций. Прям в любую поликлинику, то есть вообще в любую медицинскую... Ну, это передадут потом, значит, в лабораторию санитарной службы, где будут обследовать клеща на наличие возбудителя. А есть какая-то горячая линия, вот как вот 102, вот сразу попадаешь именно к необходимому специалисту, чтобы он сказал, вот нужно делать вот это, вот это, вот это? Для чего этот вопрос сейчас поясню? Пока мы нашли этого клеща в баночке, привезли в поликлинику, пока они отвезли в лабораторию, насколько быстро будет, скажите, развиваться вирус? Потому что пока мы дождемся результата анализа, у нас в теле все... Ну, в данном случае это не играет роли, потому что если человек обнаружил клеща или подвергся укус клеща, он в любом случае должен обратиться в травматологический пункт медицинского учреждения, где ему или извлекут клеща, или, значит, обработают место, и обязательно поставить его под медицинское наблюдение на максимальный срок инкаббационного периода того или иного заболевания. При КГГЛ это 14 дней, при клещевом баррелиозе тоже 14 дней, и при клещевом вирусном инсуле 21 день, где он будет наблюдаться в течение этого периода с ежедневной термометрией. А вот скажите, бывает так, что человек не знает, что его укусил клещ, да? Какие симптомы должен испытывать человек, чтобы понять, что надо бить тревогу? Значит, обязательно будет повышение температуры резкое. На какой день? На какие сутки или сразу? Ну, может быть, через сутки, может быть, через нескольких суток, может быть, в конце инкаббационного периода. Все зависит от дозы полученного возбудителя. Дальше. Недомогание, слабость и, значит, головные боли. Ну и дальше симптомы характерные. Какой ОРВИ, да, я так понимаю? Да, да, да. Температура, слабость. Да. Ну, при, скажем, конго-крымской геморрагической лихорадке больной сразу определяет, что у него сразу наступило заболевание. И, зная, что он находится в природном очаге, конечно, он должен сразу... Ну, а каким образом больной может определить, что у него конго-крымская геморрагическая лихорадка? Он не может ее определить, но он должен немедленно обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы ему поставили диагноз и при необходимости госпитализировали и назначили лечение. Вот здесь, Альберт Мухтарович, вы очень важно подметили, что если мы накануне выехали на природу, к примеру, или не обязательно, клещи только на природе же, или он может забраться домой, не знаю, в постели же может быть. При конго-крымской геморрагической лихорадке, значит, в основном заболевают люди, которые ухаживают за сельскохозяйственным скотом, домашними или такими. Поэтому здесь также вот эта наибольшая группа, которая риска... Должны быть бдительны. Да. Если вдруг повышается температура, чувствуется озноб, то это не факт, что у ОРВИ, скорее всего, нужно пойти... Скорее всего, это да. Ваша... А вот как быть, когда человек находится в... ну, как вот говорят, на Джайляу, в сельской местности? Там нет рядом никаких лабораторий, нет травмпунктов. Что делать в такой ситуации? Но в то же время телефон-то сотовый есть, может быть, работает. Как связаться? Вот я поэтому спрашиваю о том, есть ли какая-то линия, может быть... Если он находится на природе и нет возможности обратиться в медицинское учреждение, он должен самостоятельно удалить клеща. Каким образом? Давайте об этом поговорим. Значит, или пинцетом, или нитью захватывается клещ, и такими медленными поступательными движениями он, скажем, вытаскивается. Да, вытягивается. Желательно, чтобы не осталась головка клеща или он не был раздавлен. Чем раньше клещ будет удалён, тем меньше вероятность заболевания, тем меньше доза вируса попадёт. Как обрабатывать, либо какие медикаменты нужно пропить? Это и от любой спирт, содержащий жидкость, если есть спирт, спиртом, да. Протереть это место, да? Да, любое дезинфицирующее средство протереть. И в любом случае потом, даже при наличии телефона, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Потому что самостоятельно никто диагноз не поставит. А дополнительно, помимо спреев разных, какие-то, может быть, медикаменты есть пропить, чтобы укуса предотвратить, не быть таким лакомым кусочком для клеща? Нет, значит, каких-то предохранительных средств, кроме вакцины или, скажем, против клещевого иммунного дубли не существует. Скажите, а вакцина на 100% защищает человека от клеща, от укуса клещей или от его последствий? Вакцина против клещевого вируса энцефалита, если она сделана, значит, полный курс, то она даёт эффективный, стойкий иммунитет на 3 года. А сколько курс длится? Курс длится из двух прививок. Проводится одна вакцинация осенью, другая зимой и ещё одна ревакцинация через год. Благодарим, Альберт Махтарович. К сожалению, время ограничено, поэтому ограничимся этой информацией. Я думаю, было полезно послушать нашим телезрителям. Мы напоминаем, что в студии сегодня в прямом эфире с нами говорил руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Альберт Аскаров. Спасибо вам. Хорошего дня. До свидания. А вот тем временем в Туркестанской области уничтожают очаги распространения саранчи. Вредители обнаружили сразу в 10 районах. Специалисты говорят, что их ареал обитания значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. Всего намерены обработать 270 тысяч гектаров. Используют наземную распылительную технику, беспилотные летательные аппараты и подвесные распылители. Не несет ли это угрозу будущему урожаю, выясняла наша коллега. Катерина Попкова. Келеский район на осадном положении. Территорий, где нашли очаги марокканской саранчи, сейчас пытаются отбить с воздуха. Фитосанитарные работы проведут там, где ранее видели прожорливых насекомых. С утра экипажи самолетов распыляют химикаты. Для эффективности реактивов пилоты летят на предельно малой высоте. Сергей Эверт за день 12 раз поднимает самолет в небо. Действия пилота координируют специальный штаб. С высоты отчетливо видно, пока саранча маленькая и едва передвигается. Но если вовремя не истребить, то для аграрного района все может обернуться катастрофой. Эпидемия саранчи сейчас очень большое количество, она развивается. Соответственно, если вовремя ее не уничтожить, она потом может наделать беды. Вот сейчас мы, так сказать, боремся с этим, летаем с самолетом. Она еще вот такая, как муравьи буквально. Но если ее не уничтожить, она вырастет, а потом вообще на крыло их устанет, это уже будет очень сложно. Сейчас стоит задача сохранить будущий урожай. В Келесском районе это бахчевые, морковь, картофель. Не брезгуют прожорливые насекомые и огородными культурами. Их активному размножению в этом году способствует и погода. В прошлом году у нас оранжа очень мало было. 4 гектара всего лишь. А в 2014 году много уже. Предварительно 62 тысячи гектаров у нас. 403 очага нашли у нас. В прошлом году очень большая миграция насекомых была, поэтому здесь их количество увеличилось. Марокканская саранча, она очень опасная, потому что передвигается группами и по пути все подряд съедают. На борьбу с саранчой сейчас вышли в 10 районах Туркестанской области. В ход идет все. От обычных опрыскивателей до профессиональной техники. Основными очагами считаются Арыски, Сарагашски, Келески и районы. Сначала там планировали управиться за 25 дней, но потом решили ускориться и завершить работы в два раза быстрее. Катерина Попкова, Самат Нахашбекула, Туркестанская область, 24КЗ. Кабинет казахской культуры открыли в университете имени Григола Рабакидзе в Тбилиси. Местные студенты смогут лучше узнать национальные традиции и историю нашей страны. Это не первый уголок Казахстана в стране. Подобные кабинеты есть уже в национальной библиотеке парламента и двух ведущих вузах Грузии. Наша коллега Юлия Тужилкина с подробностями. Культура, история и искусство Казахстана теперь доступны студентам университета имени Григола Рабакидзе в Тбилиси. Ректор ознакомил работников посольства Казахстана с материально-технической базой вуза и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество между высшими учебными заведениями и преподавателями двух стран. Я считаю, что это большая часть для нашего университета, для нашего народа вообще. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что у нас открывается кабинет казахской культуры, это значит, что мы, грузины-казахи, не потерялись. Мы опять вместе. Во время открытия кабинета казахской культуры преподаватели и дипломаты обсудили историческую связь народов, а также значительный потенциал торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух государств. Посольство Казахстана преподнесло в дар университету книги о становлении государственности, переломных событиях казахского народа, а также о движении «Алаш». До этого уже были открыты кабинеты или уголки, посвященные казахской культуре и истории в Тбилийском университете, библиотеке парламента Грузии. В Сухумском университете есть аудитория Бая. Сегодня мы открываем в университете кабинет, посвященный культуре и истории Казахстана в рамках отмечаемых в этом году событий. Восьмисотлетие с момента образования Улуса Жошихана и юбилея нашего геолога Каныша Сатпаева. Университет совместно с посольством уже в ближайшее время проведет ряд мероприятий по популяризации и знакомству с казахской культурой и грузинской молодежи. В мае состоится лекция о деятелях движения «Алаш» и тематическая выставка. Юлия Тужилкина, Ашалва, Суромилашвили, 24КЗ, Грузия, Тбилиси. Казахстанская спортсменка Мария Дмитриенко выиграла лицензию на предстоящую Олимпиаду. Она стала первой участницей, кто квалифицировался от Казахстана в стендовой стрельбе. Дмитриенко успешно выступила в дисциплине трап-перестрелки до первого промаха. По итогам результатов перестрелки девушка заняла седьмое место и стала обладательницей путевки на Олимпийские игры в Париже. А вот гитару основателей и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона выставили на торги. Отмечается, что он играл на ней для альбома Help. На аукционе инструмент представили впервые за 50 лет. Долгое время он считался утерянным. Как часто бывает в таких случаях, раритет пылился на чердаке, нынешние владельцы просто забыли, что у них есть такой ценный экземпляр. Добавлю, на этой гитаре Леннон и Харрисон играли в 1960-х. Эксперты отмечают, инструмент сохранился почти в том же состоянии, что и несколько десятилетий назад, когда им пользовались участники The Beatles. Лот станет хедлайнером онлайн-аукциона Hard Rock Cafe в Нью-Йорке в конце мая. Его оценивают в сумму до 800 тысяч долларов. На этом пока все. В студии для вас работали Луна Робит Бусинова. Я Растан Балтин. До встречи на канале 24KZ. Передаем слово коллегам. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова